Дольщики новостройки по улице Зверева бьют тревогу. 17-этажку должны были построить еще год назад, но работы не завершены до сих пор. На этот раз свои обязательства не выполнило общество с ограниченной ответственностью и встроен вест. Чтобы привлечь к проблеме внимания власти, инициативная группа организовала одиночный пикет у стен регионального правительства. Застройщик обещал сдать дом в начале 2016 года. Однако уже летом 2016 года ничего не было достроено и стройка по факту встала. Договор о долевом участии Ирина Короткого заключила еще в 2014 году. Всей семьей собрали сбережения на первоначальный взнос, чтобы оформить ипотеку. В итоге семье приходится жить на съемной квартире. Самое удивительное, что стройка уже заброшена с прошлого лета. И директора в открытую заявляют и не стесняются о том, что денег нет. Достраивать ваш объект мы просто-напросто не собираемся. Оба директора сейчас уже ведут другую госдеятельность в Южно-Сахалинске, занимая должность госслужащих. Один из них является вице-мэром этого города, другой занимает должность проректора университета. Это, конечно, нас поразило еще больше, как можно себя было так повести, бросить людей просто на произвол судьбы. По словам Ирины, все попытки связаться с местными властями и обратить на себя внимание пока безрезультатны. Вместо ответов – отписки. Мы доведены просто до отчаяния. И вы не представляете, как это унизительно стоять сейчас здесь. Когда люди проходят, улыбаются, смотрят, читают этот плакат. Но я могу сказать одно, что мы будем бороться до конца. Я готова стоять здесь хоть ночами, потому что оставили нас и без квартиры, и без денег. Из трех секций 17-этажки на улице Зверева возведены только две. Но они достроены не до конца. Отсутствует электричество, не установлены лифты. Строительные работы на третьей секции становились на уровне третьего этажа. Я лично разговаривала с Константином Борисовичем Строкином. Это генеральный директор компании «Застройщик ООО «Ивстройинвест». Он не скрывает, что денежных средств у него нет. То есть, если вторую, третью секцию они смогут достроить путем реализации оставшихся квартир, которых немного в этой готовой секции, то наша первая секция, где, допустим, моя квартира, она просто остается без финансирования. И мне совершенно непонятно, куда я вложила свои деньги. Вместо моей квартиры воздух уже третий год. В соответствии с федеральным законом ответственность застройщика должна быть застрахована. Но в случае с новостройкой на Зверево закон соблюдается формально. С одной стороны, обязанность исполнена, так как есть генеральный договор страхования. Но углубляясь, могу сказать, что у каждого застройщика должен быть страховой полис индивидуальный, именно на конкретную квартиру, которую застройщик обязан купить. Наш застройщик этого не сделал. Мы писали запрос в страховую компанию. Страховая компания подтверждает эту информацию. В многоэтажке более 300 квартир. Большая часть из них выкуплена. И если компанию застройщика признают банкротом, все эти люди не получат ни рубля. В правительстве нам сообщили, что ситуация с недостроенной многоэтажкой на улице Зверева находится на контроле. С стройщиком «Ивстроинвест» у нас на прошлой неделе была встреча совместно с представителем ДСК и с представителями Банка «Российский капитал». Так как еще существует вероятность, что этот дом может попасть в план достройки объекта СУ-155, мы попросили банк еще раз рассмотреть и в течение месяца, до конца марта, дать нам окончательный ответ. Все-таки будет включен этот дом в план или нет. В случае, если он будет включен, мы будем работать, рассматривать план и график, как он будет настраиваться. Если он окончательно все-таки не будет включен, то застройщик пойдет уже искать другие альтернативные пути. Если вопрос не решится, обманутые ивановцы готовы последовать примеру дольщиков ДСК и объявить голодовку. Любовь Почерников, адрес Емолгов, РТВ Иваново.